Девушки отдыхают 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 Доброе утро Девушки отдыхают 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 Подтверди, Коль, а выгляжу я так, потому что работы мало, скучно мне. Богданову вызови хотя бы. Лифтом не пользоваться, ходить по лестнице, чтобы сустав разрабатывался. А можно на работу? Там тоже лестница есть. Доктор, а можно его как-нибудь обратно в кому вернуть, а? Да, Митя. Митя. Хорошо, еду. Тань, не оставляй меня с этими убийцами в белых халатах. Настоящий полицейский должен быть очень смелым. Ну ты посмотри в эти мрачные лица. Они хотят ставить на мне ужасные медицинские эксперименты. Не бойся, Макс, над тобой никто не будет экспериментировать. Дебила в клинические исследования берут, чтобы статистику не портить. Таня. Таня, погоди. А Митя чего хотел? Ну, как всегда, у нас новый труп. Как интересно, у всех есть новый труп, а у меня нет. Митя прикрывает тебя изо всех сил и бережет твой покой. Вот такая жена тебе нужна. Тань, а ты там в палате врачу сказала, что в больнице торчишь, потому что хочешь быть любимым человеком? Это, в смысле, с кем? Мне правда нужно бежать. И не просите, я не буду ходить по вашей лестнице. Я с балкона упал, имею право покапризничать. Услышал хорошие новости, сразу приехал. Ну, как ты, сынок? Я думал, что вы уже до канадской границы забежали. А зачем мне бежать? Я, видимо, долго полежал без сознания. За убийство уже не наказывают? Максим, я хочу извиниться. Да. Сейчас, сейчас. За то, что не смог удержать тебя на этом балконе. Ага. Больше вы ни в чем не виноваты. Нет. Вадим виноват сам. Одно дело, он пытался разрушить свою жизнь или мою жизнь, но это бы ударило по тебе и Ольге. Я не мог этого допустить. Когда-нибудь ты поймешь. Дядь Юр, у меня к вам просьба есть. Все что угодно, Макс. Идите, пожалуйста. Нахрен. Я все равно вас посажу. Успехов. Андрей знает. О том, что вы пытались удержать меня простреленной рукой? Нет. Я этого не сказал. И нецелесообразно. Пускай ненавидят вас вместе со мной. Очень мило с твоей стороны. И Оле ничего не говори, ладно? О, поверьте, я ей расскажу. Я ей обязательно расскажу. Макс. Макс. Извините, но мне доктор велел коленный сустав разрабатывать. Макс! У нас здесь Мирошниченко Олег Леонидович, 1981 года рождения. Обывал шесть лет за мошенничество. Освободился буквально сегодня утром. Недолго погулял. Внешних повреждений нет. Но судя по характерной синей окантовке вокруг губ, я бы поставила на сердечный приступ. Но без вскрытия я точно не скажу. Слушай, а вот это? Могли отравить? Китайский стимулятор. Пьют, чтобы подольше не спать. Популярен студентом меда во время сессии. Ну и при сердечной недостаточности. Ну погоди. Таблетки же могли подменить. Разберёмся. Я на обед. Ещё телефон в палате забыл. Ты где шляешься? Я же думал спецназ вызывать. Да я ногу разрабатываю. Три часа? Заставь дурака Богу молиться. Слушай, а... А ты случайно не знаешь, что в этой больнице происходит на первом этаже? Случайно. Знаю. Там в подвале больничка для заключённых. И монтаж выделили. Странно. Странно? Чего странного? Ведомственная больница. Заключённых тоже лечить нужно? Да нет. Видишь, у меня справа мужик стоит. Ну? Это Меньшов. Он известный детский кардиохирург. Что он здесь делает? По работе соскучился, да? В каком смысле перепутали? Что значит перепутали? Ну ладно, перепутали морг, повезли не туда. Зачем сразу в печь? Я тебе уже ответил. Бардак везде. Да не расстраивайся ты так. Ну найдём у тебя другой труп. Вот есть сомнительное ДТП. Хочешь? Ну да, мне же пофиг в кого резать. Я просто люблю свою работу. Таня, что ты так заводишься? Нет тела, нет дела. Я хоть высплю сегодня. Митя, а ты чего моменты пошёл? Форма красивая. Чего ты сразу наезжаешь? Да я что ли в жопу? Бардак, короче, ты сказала, что похоже на сердечный приступ. Вот бери и пиши. Сердечный приступ. Стой, подождите. У него же какой-то пузырёк с собой был вроде. А мы о нём забыли. Кто забыл, а кто не забыл. Я всё проверила. Там действительно обычный стимулятор. Смесь растительных алкалоидов действует сильно и мгновенно. Но чтобы он отравится, нужно штук десять таких пузырьков съесть. Зачем он их вообще жрал? Я проверил, труп на работу этот жмур устроится, не успел. По бабам, что ли, ходил? Ну, или он почувствовал симптомы сердечной недостаточности и решил скомпенсировать их таким образом. У вас какая-то профдеформация. Вам везде вот криминал мерещится. А люди иногда просто болеют. Твою мать. Кто бы ты ни был, я тебя просто пристрелю. Оль, ты прости меня, пожалуйста. Я... Очень рад тебя видеть. Привет. Я вам завтрак принесла. Что у нас тут? О, сырнички. Это жирное, тебе нельзя. Таня, я тебя умоляю, не надо. Ну, забери его, что он тут делает? Пока ты был в коме, я был за тебя относительно спокоен. А сейчас глаз да глаз. Кто-то ты храпел весь вечер, даже интересную прогулку проспал по больничному дворику. А что ты делал в больничном дворе? И что там интересного? Э-э, мужик, если у тебя тоже физиотерапия, то ты бы как-то поаккуратнее, а? Э-э, э-э, стой, 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 стой. Э-э, э-э, не вздымай, не вздымай помирать, ты еще не отсидел. Э-э, давай, давай, никто не даст тебе умереть. Ну уже. Вот блин. Он умер? Спасибо, парень, он бежать пытался. Я его не ловил, я пытался ему помочь. Слушай, а он тебе что-то успел сказать перед тем, как? Пытался, но не смог. Че смотришь? Бери давай. Отдышка, головокружение, синие губы. Что это может быть? Ты описываешь симптомы сердечной недостаточности, даже инфаркта. Какая-то эпидемия сердечных приступов среди зэков. Вчера на садовой труп нашли. Бывший зэк похожий на инфаркт. А вскрытие что показало? Не поверишь, труп сожгли. По ошибке. Смотри его, красавец. Че так поздно? Проспал? Нет, у всех хнарей был, пушку им оставил. Блин, я без пушки реально как голый. Ладно, возьми, оденься, запасной. Только не просри, ствол на меня оформлен. Когда я стволы-то просырал? Так, я в больницу, отведу и в АТК, узнай, почему у них там зэки будут. Андрей, мне кажется, что из-за недостатка сна в последнее время... Извини. Митя потерял ясность мышления и без того довольно сомнительную. Он не может выполнять свои обязанности по штатному расписанию. Да я не могу. Да я вчера всю ночь трахался. Еще сутки смогу. Ну давай, давай тогда, дуй в тюрьму, там и продолжишь. Сексуальный гигант. Ствол не посеять. Слышишь, ты мне не зайка. Зайкой будешь называть свою курицу щипаную. Понял? И вообще. Свалил, значит свалил. Сиди там теперь. А домой явишься, так я тебя и тебя выпотрошу, формалином залью и на стену повешу. Понял? Да ты думал он. Ну ни хренеть, а? А ты кто? Богданова. Суд, медэксперт. Ты замужем была когда-нибудь, Богданова? Нет. Вот и не ходи. У вас тут в подвальном этаже... А? Ты только из зайков пришла смотреть? Спохватились наконец-то. А то мрут как мухи. А никто и не чешется. Трупа их что, несколько было? Ну трое. Только увезли их уже. А куда увезли? В крематорий. Труповозка в девять утра приехала и увезла. Отлично. Хоть в космос сегодня. Я не хочу в космос, там холодно. На работу хочу. Понимаю. А ваши постоянно отсюда рвутся. Даже те, что в подвале? Нас в подвал не пускают юноши. Это как? Рецидивисты там. Убийцы. В других больницах максимум палату охраняют. А у нас целый этаж выделили. И самого Меньшова прикрепили. Город в законе там все что ли? А вы не спрашивали, почему так? Спрашивали? Головрач сказал, не нашего умодела. А Меньшов на наши вопросы не отвечает. Он же суперзвезда. Это вы куда собрались-то? Так колено разрабатывать. Ну да. Приветик. Что тебе нужно, Максим Киреев, младший лейтенант? Мой опыт ночных клубов говорит о том, что за железными дверями находится самое интересное. Зайти хочу. Не положено. Я для того вам ксивы показал. Пустите, дяденьки. Мне можно. Слушай, пацан, это ведомственная больница. Тут у всех ксивы. И покруче твои будут. Получишь спецдопуск, приходи. Та-а-а-а! Та-а-а-а! Та-а-а-а-а-а! Не слышали? Ты слышал? Нет. И я не слышал. Ты отлично составил отчет, Коля. Обычно у меня вот это вот занимает одну страницу. А у тебя так все подробно, детально. Потому что вы все очень поверхностные люди. Правда? Угу. И снова здравствуйте. Здравствуй, Митя. Как дела? Чего подозрительного я не нашел. Если там что-то есть, то они это тщательно... Пашкар. Я же тебе говорил, он не может работать. А еще я выяснил, что Мирошниченко, это тот труп садовый, незадолго до своего освобождения лежал в нашей больнице. Вот. Ладно. Он может работать. Статистически я тоже должен ошибаться. Да. Что? Не пустили? Что значит не пустили? Чем отверивали? Спецдопуск нужен? Я понял. Ладно. Будем подключать тяжелую артиллерию. Нет, я не понимаю, в чем смысл? Волков же с ним разговаривал. Вот именно, Григорий Романович, разговаривал. А я хочу его допросить. Ты что, с ума сошел? Начальника колонии допрашивать без оснований. Меня же сожрут, как червяка. Нет, ты мне давай стопудовые доказательства о непосткоматозной фантазии твоего братца. Давайте хотя бы больницу проверим. Подвалы, палаты. Медицинскую карту того парня, который помер. Ну, хотя бы будем знать, чем болел. Ясно. Симулянты? По-разному бывает. А вас зачем прислали-то? Вы же из райотдела. Не из колонии. А вас зачем прислали? Простите? Ну, вы же знаменитый детский хирург. Я загугнул. А это не дети. Прошу. Петрова, приспать. Черт. Адреналин, быстро. Не заводится. Так, найди. Разряд. Александр Борисович. Заткнись. Черт. Давай же! Все, экскурсия закончена. В общем, этот Меншов так задний сорвал, как будто тот действительно был его родственник. Может, это и есть его родственник? Это бы объяснило, что Великий Меншов забыл в этой заштатной больничке. Да нет. Коля проверил все списки. Никаких совпадений. А история болезни? Они правда были больны? Некоторые правда. В основном сердечники. А некоторые симулировали. Ну, это понятно. В больничке все-таки легче, чем на зоне. Ладно. Я домой пойду. Может, куда-то высплюсь. То есть, ты не будешь меня пасти? Боженька. Спасибо. Я с тобой. Не надо. Оставайтесь тут. Наедине. За что было? Без понятия. Я знаю, о чем ты думаешь. О том, что ты красивая? Нет. О том, что Андрей свалил. В подвале труп. И это наш шанс. Я думал, мне придется тебя уговаривать. Митя, звони. Вы там охренели, что ли? Да я даже не подумаю. Не, Коля, ну прикинь. Митя. Я тебя сто раз просил, так меня не называть. Коля, ну они хотят выкрасть труп из морга. Они там все реально больные. Я говорил, что твой Киреев-младший вообще идиот. А почему нельзя дождаться утра и потом взять ордер? Говорят, что пока они будут получать ордер, труп уже кремируют. У них там в 9 утра по расписанию труповозка. В этом смысл есть. Да? Ну ладно. Ты куда звонишь? Андрею. Стоп. А в этом смысла нет. Если Андрей не разрешит нам эту вылазку, мы ничего не узнаем. А если разрешит, то отгребет по полной от Горыныча. А ты, как я понимаю, этого не хочешь. М? Ладно, дуй в машину, я тебя догоню. Я в машине. Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, герой любовник, Танюха говорит, там баба дежурит. Сможешь ее отвлечь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, смогу. Я в коме месяц пролежал. У меня еще никогда так долго секса не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нам точно этот труп нужен? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не понял, а почему Макс передумал? Добрый вечер. Да что-то не очень. Хотите кофе? Я хочу мыло. Чтобы снять это чертово кольцо. Ну, может, сходим к кофейному автомату? Там капучино по вкусу как раз как мыло. А ты, собственно, кто? Я Максим. Максим, значит. Я не готова к новым отношениям, но по кофе, пожалуй, можно. Это прискорбно. Да. Да, все-таки кофе. Ух ты. Давай. Ты закончил? А может, еще разок прокачусь? Дмитрий, позволь поинтересоваться, чем спровоцировано такое резкое изменение в твоем поведении? Организм пытается справиться с хроническими недосыпами? Танюха сказала, что вот эти таблетки, они мертвого поднимут их. Слушай, а давай поэкспериментируем. Может, мы этого Гаврика ими накормим? Может, он тогда на своих двоих пойдет? Тут так лень его тащить. Митя, тебе знакомо значение слова метафора. А тебе знакомо смысл выражения дам в рыло. Кофе. Спасибо. Слушай, Андрей, у меня тут бумаги важны. Мы можем с тобой позже? Представляешь, а мне не подписывают ордер на изъятие трупа Петрова. Говорят, улик недостаточно. А, ну, ничего страшного. Ничего страшного? Я думал, ты тут лабораторию себе разнесешь. Да ладно. Слушай, правда, давай позже. Тань, а вот объясни мне. Я тебя вчера с Максом оставил. А сейчас ты меня из кабинета выгоняешь. Это то, о чем я подумал. Так, 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 аккуратно. Чш-чш-чш. Ну, все, все, все. Не понял. Это что такое? Вы что, с ума сошли? Вы представляете, что за это будет? А мы скажем, что документы перепутали. Таня, должны были привезти труп зэка. Труп зэка, вот. Ну, Андрюха, бери пример. Ты знаешь, что Танюшке в следующий раз не цветы дари, а свежие трупы. Следующего раза не будет. Волков. Тебя Горыныч вызывает. Митя, Андрею нужна помощь. Что? Хловорак? Что случилось? Вообще не понимаю, как это работает. Значит так. Таня взяла образцы и велела обратно отвезти то, что осталось от заключенного Петрова, пока его не начали искать. Кто искать? В смысле искать? Коля, это труп. Кому он нужен? Подожди, ты меня сейчас, что, только ради этого разбудил? Мы ведь не знаем, что происходит, верно? А вдруг они труп недосчитаются, поймут, что их пасут и все. Прикроют свою преступную деятельность. Ничего, без меня не можете. Коля, Коля, я понял, почему люди жмуровых боятся? Они тяжелые. Привет, я присяду. Спасибо. Час, ну? Передозировка стимуляторами. Стимуляторами? Да, Дмитрий, кажется, не спал четверо суток. С стимуляторами? Он что? Нет, не наркотики. Это какой-то препарат из сердечной недостаточности. Митяй! Митяй! Дай, дай баночку, а! Что? Дай баночку, а! Не дам. Ты, наверное, голоден, да? Да. Кушать хочешь? Хочу. Апельсинчик. Хочу. Держи. Давай. Да, иди сюда, иди сюда, садись. Держи, держи. Иди сюда, садись, садись. Да, 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 да. Ага, ага, ага. Ага. Молодец. Короче, единственный способ узнать, что там происходит, это забраться туда под видом зэка. Ты можешь взломать систему и отправить запрос на лечение Иванова Ивана Ивановича, то есть меня? Макс, могу назвать сто причин, почему этого делать не стоит. Назови главное. Или нет, давай самое интересное. Мы даже не знаем, что там происходит. А у тебя оружия нет. Новенького привел, подпиши. А что, ведомость нестандартная? Понятия не имею. Как у Дали? Ну, если есть какие-то вопросы, я обратно его могу увезти. Его там ждут. Ладно. Нормально все. Заводи. Вперед. Да не ой ты. Я ему приказывал, ему такой самодеятельности. Ты думаешь, он мне когда-нибудь слушался? Да все в порядке. Нормально. Дрыхнет он. Ну, здравствуйте, Иван Семенович. Рассказывайте. Ну, у меня дышка доктора. Голова кружится. И сердце так стучит, кажется. Легкие сейчас поломаются ребра. Вот так это. Не дышать. Опять симулянт. О, нет, 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 нет. Что делать будем? Если сердце здорово, надо сделать его больным. 20 миллиграмм страфантина. О, нет, нет, нет. Э, опусти. Петрова отравили страфантином. В таких дозах этот препарат вызывает остановку сердца в течение получаса. И сердце начинает работать медленнее и медленнее. И в итоге останавливается. Ну, вот и хорошо. Ты умничка. Теперь Рыков не отмажется. Придем к ним с обыском. Волков! А где Макс? Зачем вы их убываете? В чем смысл? Поверьте, я очень надеюсь, что вы не умрете. Очень. Препарат? Вы испытываете препарат? Препарат? Повезло, если подопытный с больным сердцем. Если нет, то вы вызываете остановку сердца медикаментами. Так? Вы ищите нужную формулу. Что ж вы с таким умищем да в тюрьму угодили? Док, я все мучился, где видел эту рожу. Это любопытный мент. Он тут лежит. Это подстава, док. Что ж, печально. Вы все-таки умрете. Жаль. Я надеялся, что в этот раз лекарство получилось. Выясним, в какой палате он лежит. Отнесешь труп туда. А остальные? Отработанный материал. Я займусь. И еще три дозы с трафантино. Летальные? Да. Как обычно. Все. Через минуту у него сердце остановится. Можешь его сеть. Надо было бы Колю взять. Использовали бы как щит. Какого черта он вообще помогает этому идиоту? Коля всем помогает. Ты стреляй. Собирайся сегодня или нет? Андрей, у меня пушки нет. Он, походу, этот мелкий спер. К гадалке не ходи. Я тебя просил пистолет не просрать. Док, там стреляют, походу. Наверное, менты. Этот не один пришел. Я и без пушки, Крутань. Молодец. Не волнуйся. Они ничего нам не сделают. Я же Меньшов. Я неприкасаем. Действуем по плану. Всем оставаться на местах. Руки поднял. Досок к стене. Дернешься, пристрелю. Классное у тебя средство. А тебе тоже мертвое. Пап, так что с ним случилось? Ой, ну как обычно. Ты же знаешь, Максим, он без приключений не умеет. Но врач сказал, что к нему уже можно. Ты же пойдешь со мной? Нет, Максим соскучился, наверное. Да и ты тоже. Ты иди, я в коридоре подожду. Хорошо. Боча. Что? Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, пап. Как там этот Макс? Этот Макс пришел в сознание. Он не сознанием это сложно называть. Скорее, вернулся в свое обычное состояние. Слушай, эту, эту полыну, наверное, надо на экспертизу отдать. Малой из нее доктор вольнул. Отдам. Глупее тебя. Блин, Волков. Ну ладно, Макс. Но как ты, профессиональный опер, позволил себя в это втянуть? Прости, Андрюха, но... Горенович, просто он намекать начал, что мы с работой не справляемся. Я... Я решил доказать, что справляемся. Охренительно вы доказали. Охренительно вы справляетесь. Один мент не при исполнении валит наглухо осветило мировой кардиохирургии и стабильного оружия другого мента. Я три года теперь буду писать объяснительные, Митя. Слава Богу. Из-за твоей гадской комы пришлось месяц дома ночевать. Спасибо, что живой. Оль, я хочу поговорить с тобой о твоем отце. А еще у Мити почти месяц не было. Ну, почти траур. Вот только сейчас пошла. Я так по нему соскучилась. Ты же не представляешь. Макс, прости, пожалуйста. Ты что, ты хотел про папу сказать? Да нет, ничего. Посиди со мной, только можешь болтать поменьше. согласен. Ты что-то хотела? а вот сейчас не понял. Ты же недавно сказала врачу, что хочешь быть человеком, которого любишь. это в смысле? Ну, да, иди вот. У тебя брат чуть не умер. Хотел быть рядом. не умерли. Ну что, поговорила? Да. Опять я рассказывала, как он всех спас. смешно это такое. Ничего. Ничего. Что? Поехали домой. Хочешь, езжай. Капитан Киреев. Сдайте табельное оружие, вы арестованы. Сдайте табельное оружие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!